В этом году, как и прошлые годы, Висагинское соуправление заключило договор с Ассоциацией Гивону Шансас на предоставление услуг по содержанию, отлову и стерилизации бездомных животных. О том, как жители могут воспользоваться этими услугами, мы попросили рассказать директор Ассоциации Гивону Шансас Алена Лихович. Здравствуйте. Давно мы не встречались с жителями Висагинеса, но очень приятно с вами общаться, как всегда. Мы продолжаем две программы. В этом году разделила самоуправление одна по отлову животных, вторая программа стерилизу и выпусти. Этими программами могут воспользоваться все жители Висагинеса, кто занимается или у кого рядом живут бездомные животные. В этом году, конечно, очень много животных, котов бездомных, собак, конечно, как все знают, у нас практически нет. Одну на черныша еще будем пытаться поймать, пристроить. А котов ловим мы во всем самоуправлении города Висагинеса. Кто проводит стерилизацию бездомных кошек и котов? У нас договор заключен с тремя клиниками. Самое главное – это клиника Ирины Журовой, Ирины Войтиховской, на фестивале «Три». Мы с девочками работаем давно, там девочки замечательные, у нас есть аппаратура. И когда мы стерилизуем кошек, котов стерилизуем, они остаются, не просто мы стерилизуем, они остаются всегда в клинике, они там специально, у них есть помещение содержать таких бездомных, чтобы их не только стерилизовать, но и подлечить немножко. И потом, по мере возможности их выздоровления, мы выпускаем, забираем. Мы или жители, кто привез там, мы там договариваемся, и мы выпускаем на место их проживания. Как поймать бездомную кошку? Ну, это, главное, надо обратиться к нам. Во-первых, есть два варианта. Один вариант, когда люди могут сами поймать бездомные животные. Поскольку животных очень много, мы отлов проводим только с понедельника, мы четвергам, централизованно. У нас есть списки, регистрации, журнал регистрации. Мы звоним, если мы где-то ловим, мы звоним хозяину, не хозяину, но тому, кто нас заказал, нашу услугу. Мы созваниваемся, их кормить нельзя, поэтому едем туда, выставляем ловушки и ловим. Это понедельник и четверг. Люди, которые могут поймать сами, есть такие очень много жителей, они подкармливают на дачах особенно или здесь. Они просто, чтобы это было быстрее, потому что чаще мы не можем, чтобы это было быстрее, они могут поймать сами, позвонить в ветеринарную клинику, договориться о времени, и могут поймать и отвезти. Если нужна наша ловушка, мы можем привезти ловушку нашему, научим, как ею пользоваться, чтобы было удобнее. Звоните, пожалуйста, нам, я вас регистрирую, или кто может поймать сам, звоните в клинику ветеринарную и нарегистрируют, есть журнал от лова. И все, и будем работать. Могут ли жители домашних животных воспользоваться вашей услугой, или за нее надо заплатить? Нет, конечно. У нас настолько много животных в городе, бездомных котов, что даже мы не успеваем и не сможем все это сделать. Я еще раз говорю, я всегда говорила, я говорю, все вот это безобразие, которое творится в городе, это дело рук наших жителей. Дело в том, что наши все животные, кошки, собаки, у нас все полностью стилизованные, кастрированные. Даже если кто-то у нас забирает животных, даже, ну, может быть так, что убежал, нам не сообщают, мы же не можем контролировать всех, они, естественно, не рожают. Просто даже были такие места, где мы приводили в порядок, наводили порядок, там появляется одна кошка, как я говорила, от одной родящей кошки в течение трех лет, это статистика, это не мои слова, в течение трех лет получается 300 котов. Поэтому, сами понимаете, одна кошка родит 5 кошек, в основном кошки идут, ну, кот это, например, 4 кошки. И сколько будет котов через год? Два раза помет в году. Поэтому, конечно, домашние, пожалуйста, если вы взяли, пожалуйста, будьте добры, хотя бы стерилизуйте, если вдруг убежала, кошка убежала, часто же ситуации, ищут, ловят, она хотя бы найдется, слава богу, но если не найдется, она хотя бы не будет рожать. Но если домашнее окошко все же принесла котят, в приюте есть еще несколько мест для их приема. Общими усилиями приют нас живет, надеюсь, дальше будет жить. Спасибо всем огромное за помощь, люди у нас замечательные, поэтому просто давайте присматривать за теми местами, где кормим животных, и звоните, будем записывать. Но у нас еще программа есть по отлову, как я и говорила, ловим только котят. Сейчас еще есть несколько мест для котят, это долгая история, потому что мы берем только тех, которые уже сами кушают, и не тех, которые сильно одичали. Полугодовых уже практически можно не брать, потому что их не приучишь. Где-то месяца полтора-два начинаем уже принимать, но они все больные, и пускай они говорят, что вот взяли, он здоровый. 95% это минимум, они все больные, их нужно вылечить, их нужно подготовить, а это занимает практически где-то месяца полтора-два. Поэтому, пожалуйста, звоните еще, есть места, и несколько мест еще осталось у нас, поэтому мы просто будем их забирать и готовить, отдавать людям. Редактор субтитров А.Семкин